МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел форум униципальных образований. Главы городов и районов встретились, чтобы вместе обсудить вопросы местного самоуправления и найти оптимальные пути решения проблем. Подобная встреча в республике проводится уже второй раз. На первой была принята программа сохранения и развития малых сел в Хакасии, где прописаны меры поддержки населенных пунктов, в которых проживает меньше ста человек. В 2013 году для этих целей было выделено порядка 150 миллионов рублей. На эти деньги расширили почтовую связь, приобрели автомобили для доставки лекарств, отремонтировали дороги и уличное освещение. Сегодня программа признана успешной и будет продолжена. На форуме было предложено расширить проект и включить в него поселения, в которых проживают и чуть больше ста человек. В этом году одной из главных тем и обсуждений стала поддержка молодежи. Все вместе искали ответ на вопрос, что сделать для того, чтобы молодые люди оставались в республике. По итогам работы секции подготовлены новые рекомендации для правительства Хакасия. По общему мнению участников, форум муниципальных образований – идеальная переговорная площадка для представителей местного самоуправления всех уровней. Многие вопросы мы поснимали, в частности, многие вопросы в земельных отношениях, поселениях. Те, которые планировали и вырабатывали решения по отношению, будем говорить, к организации, допустим, вопросов выпаса животных в сельских поселениях, вопросы беркования и так далее. Масса вопросов, которые здесь вырабатывались рекомендацией, а затем уже, как говорится, совместными усилиями притворялись жизнь. В Абакане через три месяца после трагической гибели Артема Карлышева состоялся митинг. Он объединил семьи, в которых погибли дети, и уголовные дела были либо закрыты, либо вообще не возбуждались. Больше часа люди критиковали правоохранительную систему Хакасия. Напомним, Артем Карлышев погиб 26 мая после драки. Его родственники и друзья считают это дело убийством. Правоохранители квалифицируют пока как нанесение побоев. Первоначально судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от сердечной недостаточности. Под давлением общественности была сделана повторная экспертиза. Позже тело было эксгумировано. Результатов пока нет, но мать уверена, что сына убили и готова отстаивать свою позицию до конца. Если опять будет вот так вот затягивание, то поеду. Просто мы на сайт Путина вышли уже туда. Ну, конечно, не Путин отвечает, люди сидят, мы понимаем. Но если даже не назначат мне время, я просто стану на площади, все равно ведь кто-то примет. Свои трагические истории о гибели детей и бездействии правоохранителей рассказывали родственники других жертв. За последнее время таких случаев уже девять. У Надежды Благодатских сын погиб 5 апреля этого года. Мать считает, его убили, но дело закрыто. Мы пришли за сына, что его убили. И что никакой, мы сами, мы все сами ничего не сделали. Каневского были пять раз. Для этих людей митинг – последняя надежда. Они считают, что объединившись, им удастся добиться хотя бы того, чтобы к их требованиям прислушались. Злочиницы по всему городу и, скажем так, что наши органы, они совершенно бездействуют. Но где-то нужно искать правды, где-то нужно искать ответа какого-то, кто-то должен понести наказание за все это. Никто из представителей властей к митингующим не вышел. Сотрудники полиции стояли поодаль, видимо, наблюдая за порядком. Участники акции подготовили обращение к президенту России, в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру и представительство Евросоюза в Москве с требованием провести проверку всех случаев. Также они настаивают, что Московская комиссия проверила руководителей правоохранительных органов и Бюро судебно-медицинской экспертизы Хакасии на соответствие занимаемым должностям. Виктор Лошников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. В минувшие выходные в разных районах Хакасии произошло 4 пожара. Есть погибшие. В Шира утром воскресенья загорелся двухквартирный дом. О пожаре сообщил случайный прохожий. С огнем вызванные пожарные справились за 20 минут. Однако спасти хозяев не удалось. Мужчина и женщина отравились продуктами горения. Кроме погибших в доме находились еще 4 человека. Пожилая женщина и трое детей. Им удалось спастись благодаря действиям 15-летнего подростка, который вынес из опасной зоны через окно младших брата, сестрой и прабабушку. Подростку помогали и соседи. А в Абакане крупный пожар охватил сразу несколько объектов в промзоне по улице Игарская. Четыре расчета больше часа боролись с огнем, который охватил здание, оборудованное под сауну, слесарные мастерские, холодильное оборудование рядом стоящего колбасного цеха, прицеп, рефрижератор и грузовой автомобиль. Общая площадь пожара, который был замечен не сразу и успел сильно развиться, составила 120 квадратных метров. Часть имущества пожарным удалось отстоять от огня. Добавим, с начала года в Хакасии произошло уже больше 400 пожаров. Погибло 20 человек и еще 14 пострадало. 66 имен и фамилий как символ воинской славы и доблести. На страницах новой книги памяти информация о военнослужащих и сотрудниках МВД из Хакасии, которые погибли в ходе локальных войн и военных конфликтов. Презентация издания состоялась сегодня. В торжественной церемонии приняли участие все те, кто хранит память о погибших героях. Это родственники, сослуживцы, представители Всероссийской общественной организации, ветеранов «Боевое братство». Они приехали из Москвы, Иркутска, Тувы. Сегодня книги памяти, посвященные участникам локальных войн, выпущены во многих субъектах страны. Каждое издание уникально. В Хакасии инициатором создания книги выступил военкомат республики. Идею поддержали в правительстве. Отсюда и шло основное финансирование. Но, пожалуй, главное то, что рассказать о своих погибших сыновьях, мужьях, братьях захотели сами родственники. Они предоставили массу уникального и исторически ценного материала. Очень здорово сделано. Там есть такие вкрапления, связанные не только с тем, что там подвиг описан, погиб и так далее. Там есть моменты, связанные с выбранными списками материалами. Есть моменты, связанные с жизнью, вообще такой короткой, которая была у человека, когда он погиб в 19-20 лет. Например, фотографии из школьных альбомов. То есть, как бы сделано все от души. Книги памяти семь глав. Информация размещена в хронологической последовательности. Отдельные страницы посвящены нагрудным знаком и наградам. Абакану исполнилось 82 года. В минувшую субботу жители столицы Хакасии отмечали День города. Кстати, нетрадиционно. Масштаб празднования в этом году оказался невероятно большим. Поздравить горожан приехали гости из Барнаула, Красноярска, Москвы и даже из Украины. Константин Кравцов прогулялся по праздничным улочкам. Тысячи людей сегодня вышли на улицы Абакана. Но такого размаха празднования Дня города еще не было. Сегодня в столице Хакасии проходят 39 самых разных фестивалей. Интерес к этому уже проявили представители Книги рекордов Гиннеса. Вполне возможно, что Абакан в свои 82 года войдет в историю как город-фестиваль. И как же теперь объять необъятное? Столько всего на площади перед администрацией, хозяева-дети, сюда в прямом смысле пришла сказка. С праздником! В этом калейдоскопе событий каждый, несомненно, мог найти что-то по интересам. И других посмотреть, и себя показать. Давай, Атоша! Давай, 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 корзинка! Борис до конца! Заложил, есть! Вот они, современные богатыри. Поднять бетонный шар или удержать двумя руками джип весом в 2,5 тонны. Публики на удивление. Фестиваль силового экстрима. И, судя по всему, абаканцы только помогают силачам из других регионов ставить рекорды. Мы очень замечательные, такие приятливые люди. Ну, южане, южане, сразу заметно, что южане. У нас в Красноярске холодно, а у нас в Красноярске холодно. Стать настоящим гулливером, да без проблем, прямо в центре Абакана вырос настоящий картонный город с многоэтажками. Ну, и любой желающий в переносном смысле мог вписаться в его историю. Ребят, скажите, что рисуете? Трудно сказать? Трудно сказать, что мы рисуем. Какую-то больную фантазию. Да. То есть это... Все, что придумываем, то и рисуем. Ну, а творить осмысленно. В Абакан на день города приехал известный в модных кругах стилист из Киева. Александр Шевченко дает мастер-класс на фестивале парикмахерского искусства. Но, похоже, маэстро в замешательстве. В сибирской глубинке с гламуром все в порядке. У вас достаточно модные девушки и много красивых девушек. Это важно. Ну, и я видел достаточно много креативных стрижек, окрашиваний. В этот день для абаканцев было много сюрпризов. И конкурсы с подарками, и выступления самых разных артистов. Весь центр буквально превратился в праздничный муравейник. На улице прямо среди толпы можно было встретить даже главу республики на пару с главой города. Когда радость возникает, да? Смотрим на эту всю картину, говорим, ну, раз такой праздник, значит, не зря живем, не зря что-то делаем, значит, что-то получается. Вот слова благодарности мэру. Идешь, и сам, как ребенок, радуешься. К слову, уже по традиции вечером праздник перешел с городских улиц на стадион Саяны. Здесь горожан поздравляли уже эстрадные знаменитости. Вот она, Елена Ваенга, буквально вплотную подбежала к трибуне. Люди лишний раз убеждаются, что артисты, это, конечно, может быть круто. Но вы круче. В общем, таким этот день вошел в историю. День Абакана, день его горожан. Очевидно, для многих он стал таким же ярким и красочным, как этот праздничный салют. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Из-за дождей уровень сразу нескольких рек в Хакасии вырос. А на прошлой неделе Саяна-Шушенская ГЭС увеличила сброс воды. Гидрологи говорят, уровень водохранилища, как в этом году, не поднимался последние семь лет. Велик ли запас до критической отметки? Какова степень надежности защитных дамб? И какой прогноз по осадкам на оставшиеся летние дни и начало осени? На вопросы Алексея Гончаренко ответит начальник главного управления МЧС по Хакасии Андрей Фирсов. Сразу после вестей в рубрике интервью. А я с вами прощаюсь. До встречи завтра на канале Россия 24.